Изделия из дерева, фарфора, кожи, живописи, даже ковры. Все это сегодня представили ставропольские ремесленники в Кисловодске. Там стартовала уже 23-я по счету выставка народных художественных промыслов. О том, как прошло открытие, что впечатлило зрителей, а главное, до какого числа все работы можно будет увидеть лично, сюжет Анастасии Зубрицкой. Баян, скрипка и народно-художественные промыслы. Так, в Кисловодске открылась уже 23-я выставка народных ремесленников. Я очень рада, что несмотря на все трудности экономические, которые есть сейчас у нас в стране, эта выставка открывается в этом году, в очередной раз. Я рада, что все предприятия, которые сейчас испытывают, опять же повторюсь, большие трудности, все-таки смогли принять участие в этом мероприятии. Показать свои работы и достижения приехали ремесленники со всего края. Посетители смогли не только увидеть авторские работы, но и пообщаться с самими авторами, или даже руководителями брендовых для нашего края предприятий. Например, с производителями знаменитого кисловодского фарфора. Это одно из тех многих мест, где мы, люди, производящие вот такие хорошие, красивые, добрые вещи, можем выставляться и показывать свои достижения, новые знания, какие-то успехи всем людям. Живопись изделий из фарфора, ткани, кожи и дерева, границам народного ремесла, как и экспонатам здесь, предела нет. Один из наиболее редких видов волоковаляния приехал представить на выставку «Амин». За более чем 10 лет заслуженный художник Карачаева Черкесии и оточил мастерство создания ковров из войлока и изучил их историю. Карачаево-балкарские ковры, значит, отличались, три вида было. Аллаки есть, это двухсторонний ковр, бичельгенки есть, выкраенный войлок, и джигачки есть, ковер-занавес. У каждого свое предназначение было. Это были ритуальные, для ритуальных услуг использовали, и свадебных, значит, ритуальных тоже использовали. Такие народные художественные промыслы, отмечают гости и организаторы выставки, остаются очень важными как для воспитания молодого поколения, сохранения истории, так и в целом для развития региона. И хоть в общем объеме промышленного производства работы ремесленников на Ставрополе не превышают одного процента, правительство не перестает оказывать поддержку в их развитии. Это и субсидирование части процентной ставки по кредитам банков на развитие производства, это и субсидирование лизинга, это и субсидирование приобретения оборудования. Для этого необходимо обращаться в Министерство экономического развития при объявлении конкурса, подавать документы, бизнес-план, работать в этом направлении. Выставка народных художественных промыслов пробудет в Кисловодском музее крепость до 28 февраля, но уже в день открытия посетители не остались равнодушны ни к самим изделиям, ни к их авторам. Мне очень поразили работы кисловодского фарфора и художника, выполненные в технике батика. Я бы очень хотела тоже научиться так рисовать.